Итак, всем привет! На сегодняшнем уроке мы сделаем следующее. Мы создадим RecyclerView, потому что многие меня просили показать именно, как работает RecyclerView. Создадим RecyclerAdapter Custom, то есть свой собственный. И вот создадим такие вот итемы, чтобы у нас заполнялся список так, как мы хотим. То есть у нас будет картинка, у нас будет название рыбы, и у нас будет краткое описание рыбы. А после этого краткого описания, если хотите, нажимаем. Вот здесь сейчас, видите, я жму, показывает налим. То есть берет отсюда вот из заголовка название и показывает. Но мы сделаем, чтобы при нажатии, если пользователь хочет узнать больше об этой рыбе, либо об этой снасти, либо истории, то открывается уже полностью. Поэтому нам нужно будет сделать титул, то есть заголовок, краткое описание и потом полное описание. И в принципе все вот таким вот образом работает. Ну, пока я давал только четыре элемента, и они заполняются сразу. На этом уроке это мы и сделаем. Если я нажимаю, пока ничего не изменяется. Это уже будем делать на следующем уроке. Так что, если хотите узнать, как вот такое вот делается, оставайтесь до конца видео, я вам все расскажу. Ну и все, давайте начинать. Продолжаем создавать справочник рыбака на Kotlin. Сегодня давайте займемся RecyclerView. Многие просили показать именно RecyclerView, так что давайте этим займемся. Так, самое первое, что нам нужно сделать для того, чтобы использовать RecyclerView для нашего списка. Вот здесь в ActivityMine у нас пока что просто меню, а нам нужно еще сюда добавить RecyclerView. Это можно сделать разными способами. Я предлагаю это сделать через Include. Сейчас вы поймете это, чтобы отделить наш экран. У нас вот ActivityMine находится, правильно? Мы создаем еще один layout. NewLayoutResourceFile. Оставляем root элемент ConstraintLayout. И давайте его назовем, к примеру, mineContent. Так, mineContent, окей. Все. И сюда притаскиваем наш RecyclerView вот отсюда. Притаскиваем и прикрепляем слева, справа, сверху и снизу. Не забываем. И здесь у нас показывает layoutWid, теперь 400 с чем-то и layoutHate 700. Это нам не подходит. Давайте выберем matchConstraint и здесь matchConstraint. Все, вот теперь нормально. Так, давайте ему дадим идентификатор. Пусть будет RCView, к примеру. Называйте, как хотите, но не забудьте название. Все, дальше. Это у нас просто контейнер. Если вы еще не знаете, что это такое, это у нас контейнер, где будет показываться список, где будут показываться отдельные элементы, item. Нам нужно создать этот шаблон для item, который будет заполняться через RecyclerAdapter, который мы сейчас создадим. Поэтому давайте, прежде чем создавать RecyclerAdapter, создадим сам элемент, шаблон, который будет печататься. То есть будет один и тот же шаблон, только будет заполняться разными данными. Поэтому и будет у нас такой список. А заполняться он будет внутри вот этого RecyclerView. Так что создаем еще один item. А, подождите, я забыл. Мы создали вот этот вот MineContent, но мы еще нигде его не показываем. Давайте его покажем в ActivityMine. Вот видите, выбираем текстовый вид. И вот здесь мы можем вписать сразу после нашего driver layout. Вот здесь, после этой треугольной скобки, пишем треугольная скобка include. И указываем layout. То есть мы будем включать сюда layout. И какой layout? Вот у нас есть MineContent. Выбираем и все. Указываем ширину и высоту. Пишем layout width. Пусть будет у нас match parent. Layout height. Тоже match parent. Все. Закрываем треугольную скобку. И готово. Нет, не так. Можно вот так вот закрыть. Все. Теперь если мы откроем ActivityMine, то там у нас будет RecyclerView. Но пока что его не видно. Еще его увидим. Ничего страшного. Все. И теперь давайте создадим для шаблона, для итемов layout. Layout resource file. И назовем его item layout. Этот шаблон и будет отвечать за то, как у нас будет выглядеть отдельный элемент списка. Ну давайте вот здесь подумаем. Вы можете добавить столько, сколько хотите элементов. Я буду добавлять картинку, к примеру. У меня уже есть картинки. Все картинки, которые мы будем использовать в этом проекте, вы можете скачать на моей веб-странице в этом уроке. Итак, выберу ну какого. Давайте выберем щуку вот. Так, вот у меня щука. Окей. И размер у нее, ну, слишком большой. Давайте выберем, попробуем 200 что ли. 200 dp. Ну да, вот так получше. Все. Слева, справа прикрепляем. И сверху. Снизу не прикрепляем. И отступ я даю вот 16. Видите? Так, теперь мне нужен будет еще текст. Это будет у меня титул. А именно это будет заголовок. То есть название рыбы. Отступ тоже сделал 16. Изменю название идентификатора. Это будет tv. Титул. И давайте изменим цвет текста. Текст color. Пусть будет у нас черный-черный. Вот такой. И пусть будет текст style bold. Чтобы жирный шрифт был. Все. Дальше за этим текстом у нас будет идти основной контент. То есть описание. Это у нас будет краткое описание. После при нажатии на этот элемент. То есть у нас в списке будет несколько рыб. При нажатии на элемент у нас откроется отдельный экран. И там уже будет короткое описание и полное описание. Короткое описание можно читать не открывая этот элемент. Чтобы не приходить на следующий экран. То есть вы в списке так уже быстренько поглядели основную информацию про эту рыбу. Или про элемент, какой вам нужно. И все. А если хотите узнать побольше, уже нажимайте, чтобы открылось. Все. Так вот сделаем справа-слева. Сделаем ширину match constraint. Так, где у нас есть? Width. Layout width match constraint. И сделаем отступы слева. Пусть будет 24, например. И справа 24. Так, я думаю, так нормально. Все, теперь прикрепим снизу. То есть вы можете добавить столько, сколько хотите элементов. TextView, ImageView. Но все это после нужно будет заполнять. Иначе у вас пустым останется. И заполнять вы сейчас увидите, как это заполняется. Так, сделаем вот так примерно. Теперь constraint layout. Мы сделаем width, ой, height, простите, и высоту. WrapContent. Вот такая высота, видите? И сделаем отступ от нашего элемента. Последнего, TextView. Ну давайте сделаем тоже 16. Так, все, видите? Теперь у нас здесь есть отступ. И теперь мы можем что сделать? Давайте сделаем отступ слева и справа, вот в нашем constraint layout. Либо добавим сначала сразу background красивый. Можно выбрать отсюда. Так, что у нас здесь есть интересного? Так, button нам не нужен. Я знаю, что edit text background вот такой неплохой получается. Окей. Видите, у нас получился вот такой вот. Мне вот такой вот нравится. Если хотите, чтобы лучше его было видно, можете сделать у нас с стороны layout. К примеру, маргин. Пишем маргин. Layout margin. Вот он. И со всех сторон пусть будет 5, к примеру. DP. Все, видите? Вот так вот уже лучше видно. Так, мы этому дали название? Нет. У нас стоит текст view3. Идентификатор. Давайте назовем tv content. Так, ну и все. Ну и цвет. Цвет нужно. Text color. Текст color. Ну давайте вот такой вот темный сделаем. Потом мы, может быть, еще его изменим. В принципе, все. Вот. Вот это у нас шаблон для одного итема. И после этого итем будет печататься на экране и заполнять наш recycler view, где он есть. В main content вот здесь. Вот так будет пуляться. Раз, два, три, четыре, пять и так далее. Все. Теперь нам нужно чем-то заполнять вот этот вот итем. То есть он в recycler adapter будет заполняться. А чем он будет заполняться? Значит, нам нужно сделать массив, а в этот массив мы будем передавать все эти данные. Как передать все эти данные в массив? Массив принимает какие-нибудь элементы, например, string, int. А у нас здесь несколько элементов. Поэтому мы создадим отдельный класс. У нас будет называться класс, ну, например, listItem. И этот класс в себе будет хранить три элемента. То есть будет текст, один текст, второй текст и идентификатор картинки. И все. И таким образом мы сможем сохранять только один класс в массиве. А в реальности в этом классе есть еще три элемента. То есть для этого это и делается. Если вам нужно больше элементов, то есть если вы добавите, ну, к примеру, один текст вью, второй текст вью, потом еще третий текст вью, еще одну картинку, тогда вы, когда вы будете создавать вот этот класс, который будет хранить в себе все эти данные, вам нужно его, естественно, создавать больше, то есть создавать больше элементов. Я создам только три элемента. Элемент integer для хранения идентификатора, элемент string и еще один элемент string. То есть мне нужно два стринга и один int. Как создать этот класс? Мы идем вот сюда, где у нас находится mineActivity, правая кнопка мышки, new и выбираем KotlinFile. Выбираем класс и даем ему название. Я назову listItem. И это у меня будет не простой класс, а dataClass. Он будет сохранять данные. И если это у меня dataClass, значит уже здесь будут не фигурные скобки, а круглые. И внутри круглых скобок пишем данные, которые будем сохранять. Я пишу var, то есть это у нас переменные. Первым у меня будет integer. Я буду сохранять. Это будет imageID. И это int. Теперь запятая. Следующая var. Следующий у меня будет элемент string. Это будет titleText. К примеру, назову его. И это будет string. Опять же запятая. И последний элемент. Это будет contentText. Это будет тоже string. Все, здесь уже запятая не нужна. Все, мы создали класс. Этот класс будет в себе хранить три элемента. Вот вы помните, у нас есть класс string, правильно? Это цепочка текста. Хранит в себе символы. А это у нас мы сделали что-то наподобие, только у нас будет хранить в себе три элемента. Наш собственный. Для этого мы его создали, чтобы потом его помещать в весь класс целиком. Когда заполним этот класс, весь класс целиком помещаем в наш массив. А массив уже передаем в адаптер. И адаптер его подключает уже к нашему вот item layout, который распечатывает внутри RecyclerView. В общем, вот таким вот способом все работает. Так, у нас класс создан. Теперь мы можем приступить к созданию нашего RecyclerAdapter. Для этого опять же идем вот сюда, где у нас находится mineActivity и только что созданный класс ListItem. И жмем new KotlinFileClass. И здесь выбираем опять же класс и назовем его, к примеру, myAdapter. Вы можете назвать как хотите. Так, все. Класс, myAdapter. И теперь нужно создать конструктор. Конструктор создается таким образом. Зачем нам нужен конструктор? Дело в том, что этот класс, myAdapter, мы будем запускать из mineActivity. И когда мы его запустим из mineActivity, нам в него нужно будет передать что-то. А что именно нужно передать? Нам нужно будет передать список с нашими данными, то есть массив. И еще нам нужно будет передать контекст, потому что мы здесь будем пользоваться контекстом. Итак, для этого мы и пишем наш конструктор. Конструктор можно создать... Основной конструктор пишется таким образом. То есть сразу после названия класса в круглых скобках пишем, что мы хотим принять из другого класса. То есть в нашем случае из mineActivity. А хотим мы принять массив, значит я назову его ListArray, двоеточие, ArrayList. И какого типа будет этот массив? А массив будет типа ListItem, то есть тот класс, который мы создали. Потому что если я не укажу, например, укажу string, то будет принимать только единственное значение string. Этот массив будет из string. А я хочу, чтобы у меня был массив из моих ListItem. Что это за ListItem? А ListItem — это специальный класс, в котором есть три элемента. В одном элементе есть три. Так, все. Надеюсь, это понятно. Дальше. Дальше еще запятая. Мы будем принимать контекст. Значит, пишем контекст. И вот здесь уже у меня есть подсказка уже контекст-контекст. Контекст мы будем принимать, то есть наша activity, mineActivity, мы сюда передадим. Чтобы в нашем адаптере было mineActivity. И потом я вам покажу, для чего это нужно. И теперь двоеточие, то есть мы будем наследовать. Пока что это наш собственный класс, который мы придумали. А нам нужно, чтобы он наследовал от RecyclerView адаптера. То есть уже есть адаптер, а мы его просто кастомизируем. Мы превращаем в наш собственный адаптер. Поэтому пишем RecyclerView.adapter. И в триугонных скобках нужно будет передать ViewHolder. Сейчас я вам покажу и объясню, что такое ViewHolder. Так, мы пишем myAdapter, то есть наш класс, ViewHolder, который мы еще не создали. Все. И он, конечно, ругается и говорит, что такого класса здесь нет. Я говорю, что я хочу взять вот из этого класса, из моего ViewHolder класс. Но у меня нет здесь никакого класса ViewHolder, правильно? Правильно. Значит, его нужно создать. Можем либо сами создать, либо выбрать подсказку. Вот наводим сюда, и выходит подсказка. И вот, есть разные подсказки. И есть вот CreateClassViewHolder. CreateClass. Создать класс ViewHolder. Выбираю создать. И здесь показывает, где я хочу создать ее. Я выбираю myAdapter. Все, видите, создался этот класс ViewHolder. Этот класс ViewHolder будет принимать View. Потом я вам объясню, для чего. Будет принимать View. И будет наследоваться. Так, вот View нужно импортировать. Alt, Enter. Все, импортировали. Видите, добавилось. И будет этот класс ViewHolder наследоваться от RecyclerView. ViewHolder. Все. И внутри укажем View. Так, здесь у меня круглоскобка нечаянно добавилась. Удаляем. Так, все. Этот класс у нас готов пока что. Еще мы потом будем его дорабатывать. Так, дальше, что нам нужно? Вот здесь, видите, продолжает ругаться. В чем дело? Ну, во-первых, здесь нужно поставить круглые скобки. И здесь все равно ругается. Что же происходит? А дело в том, что если мы наследуемся от RecyclerViewAdapter, то нужно добавить его функции. Обязательно. Значит, выбираем вот здесь и пишет. ImplementMembers. Выбираем и показывает. Здесь есть UncreateViewHolder, GetItInCount и BindViewHolder. Выбираем все и жмем ОК. Все, добавились основные функции, которые будут все создавать. Мы могли бы их сами написать, но зачем это делать, если можно воспользоваться подсказкой. Все. Так, самое первое, что нам нужно? Нам нужно принять наш лист Array и передать вот сюда. GetItemCount. Вот эта функция, ей нужно передать... Давайте вот это удалим. Нужно передать, видите, Return. Так, Return. Нужно передать количество элементов, которые будут в массиве, которые адаптер должен показать. То есть нам нужно сообщить, сколько элементов будет в массиве. И как это сделать? Нам нужно просто взять и передать вот этот лист Array и взять его функцию, которая из функции называется Size. То есть показывает, сколько элементов в этом массиве. И все таким образом мы сообщим нашему адаптеру, сколько элементов нужно будет нарисовать. Хорошо. Но мы не можем их взять отсюда, через этот конструктор. Потому что, смотрите, если я хочу сюда написать лист, и ведь не появляется лист Array. То же делать? Нам нужно добавить его сюда в класс. Создать специальные переменные. Var, опять же, с таким же именем. Только чуть-чуть изменить его. Давайте пусть будет лист Array R, к примеру, то есть Recycler. И приравнять его, то, что мы получим из нашего конструктора. То есть с нашего MineActivity. Лист Array. Все, видите? То есть я вот эту передал сюда и приравнял его к лист Array. Эта переменная уже находится в нашем классе, на уровне класса. Значит, она доступна из любой функции. Поэтому я здесь в Return пишу. Лист Array, видите, уже появилась. То есть для этого я вот эту строчку и написал. И пишем точка size. Все, я передал адаптеру информацию, сколько элементов будет в массиве. Хорошо. Что дальше? Дальше мы делаем то же самое с контекстом. Пока он нам не нужен, но вы сейчас увидите, когда он нам будет нужен. Так. Пишем, опять же, контекст, новую переменную, контекст. Array, давайте ее назовем тоже, равно, контекст. То есть равно контексту, который получим вот отсюда, из нашего конструктора. Хорошо. Что дальше? Итак, вот здесь в Uncreate ViewHolder нам нужно теперь рисовать. А именно они называются inflate, то есть надувать. Надувать наш item layout. И после его заполнять. Как это делается? Для этого нам нужно создать сначала inflator. Мы пишем val inflator, к примеру. Это переменная. И теперь пишем layout inflator from context. Context. R. То есть, видите, для этого мы взяли контекст. То есть мы берем layout inflator с нашего mine activity. А именно mine activity. Потому что у нас там будет рисоваться вот это все. Поэтому мы будем там и надувать. То есть они называют inflate. Но это как бы рисуется. Хорошо. Дальше. Дальше нам нужно return. То есть вернуть наш view holder. И внутри view holder, видите, мы написали так, где у нас здесь. Вот view. То есть мы принимаем view. Что за view? А мы принимаем уже надутый элемент. Вот этот item layout нарисованный. Каким образом? Мы пишем inflate. Пока что мы просто получили inflator. То есть специальный класс, который будет рисовать. Надувать. А теперь нужно это сделать. То есть нарисовать. Пишем inflator.inflate. И теперь нужно передать ресурс, который мы хотим надуть. Это у нас layout. Item layout. Значит выбираем layout. Точка. Item layout. Дальше передать значение parent. Видите? Это переменная. Parent. Запятая. И дальше false. И все. То есть мы запускаем наш view holder и передаем сюда вот этот элемент. Зачем мы передаем наш view holder вот этот элемент? А затем, чтобы мы с помощью find view by id в этом элементе, в этом layout нашли все вот эти элементы. Как и раньше мы делаем в простом activity. Мы находим элементы и их заполняем чем-то. То же самое мы будем делать в адаптере для каждого элемента. То есть у нас будет брать нулевую позицию. Первую, вторую, третью, четвертую. И когда рисует первый элемент, например, мы берем у первого элемента все вот эти элементы. То есть text view, text view и картинку. Рисует второй элемент. Берем у него то же самое. И заполняем их по очереди. Все. Идем сюда. Мы передали. Теперь у нас вот сюда придет view. Вот это вот наше будет. Вот этот самый наш layout. Вот item layout. Значит мы уже на нем можем искать нужные элементы. Давайте создадим следующее. Пишем fun bind. Find bind. Сюда one bind. В эту функцию мы передадим наш элемент list item для заполнения. То есть здесь мы и будем заполнять во view holder. Для этого мы создали этот класс view holder. Через него мы будем заполнять наш item layout. То есть вот эти все элементы. Мы их находим там и заполняем. Вот таким вот образом. То есть создаем функцию unbind. И назовем list item. То есть один элемент. Это у нас будет list item. Дальше запятая. И передадим контекст. Все. Теперь открываем и закрываем фигурные скобки. Так. Прежде всего, чтобы здесь заполнять все вот эти элементы, нам нужно их получить. Найти вот эти наши text view и image view. Каким образом мы будем это делать? Это делается очень просто. Мы же получаем view. Элемент view, как я уже сказал, надутый элемент это наш layout. Item layout, значит мы пишем, к примеру, пишем val.tv.title равно view. То есть наша view, вот это точка findViewById. Ну, как и раньше мы делали. R. Так, не здесь, простите. Здесь пишу, что это будет text view. А вот здесь в круглых скобках, так, text view нужно импортировать. И вот здесь в круглых скобках пишем r.id. То есть по идентификатору находим наш элемент tv.title. Все. Копирую два раза. И здесь у нас следующий будет tv.content. tv.content. И здесь тоже находим tv.content. tv.content. И следующий это у нас будет картинка. Значит будет im. То есть image. И это вот здесь у нас будет уже типа не текст view, а типа image view. Image view. Вот она. Хорошо. И идентификатор будет im. Так, как же у нас был идентификатор? Не помню. Давайте посмотрим. А я не дал идентификатор картинке. Давайте. Она называется image view 2. Мне так не нравится. im. Пусть будет im.im. Называться. Все. Так, идем опять же в адаптер. И здесь назовем im. Все. Мы их нашли в нашем view, который только что нарисовался. Это все будет происходить быстро. То есть рисуется view, берутся данные, заполняются. Рисуется следующее, берутся данные, заполняются. Так быстро. Очень быстро. Мы здесь поэтому все это прописываем. Потом это все быстро исполнится. Все. Мы их нашли. Теперь в этой функции bind мы заполняем. Таким образом? Мы пишем tv-title, к примеру, точка текст, равно, и берем оттуда из нашего лист. Так, здесь неправильно встал. Лист и т. Что это такое лист и т? Лист и тем. Вот он. Из нашего лист и тем, который мы передадим сюда в эту функцию, мы берем наши элементы. А что у нас там есть? Что за элементы? Есть у нас, естественно, стринг, стринг, вот этот вот титл, контент и имидж-ид. Так что берем. Это у нас титл. Значит, берем точка, титл-текст. Хорошо. Копируем два раза. Следующий будет tv-контент. Лист и тем, контент-текст. Контент-текст. А здесь вот забыл добавить текст. Все. Поэтому ругается. Все, нормально. И теперь картинка. Так, ну, тогда я зря написал. Здесь у нас картинка будет, она по-другому пишется. em.setImageResource. И выбираем, что за ресурс. А ресурс, опять же, берем оттуда. ListItem, потому что будет сохранен там точка ImageId. Все. Так, готово. Где мы запускаем этот bind? Итак, где мы запускаем эту функцию bind? Мы ее запускаем вот здесь. UnbindViewHolder. Видите? Удаляем вот эту часть. И все. И добавляем теперь. Видите? Наш ViewHolder приходит вот сюда. В UnbindViewHolder. Видите? Хорошо. Значит, мы можем через этот ViewHolder получить доступ к этой функции bind. Но прежде чем заполнять эту функцию, нам нужно взять ListItem, чтобы передать сюда. И где его взять? Мы можем взять его таким способом. Мы создаем var. ListItem равно. И теперь берем отсюда, вот с нашего ListArrayR. ListArrayR, напомню, это массив из этих вот item. Так, где она есть? Вот здесь. Вот здесь. Видите? У нас ListItem. Наш класс. Так вот. ListArray – это массив из этих итемов. То есть, это не просто один item, который содержит элементы, а массив. То есть, один item, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. В зависимости, сколько у нас элементов в массиве. Поэтому мы из этого массива должны достать нужный нам ListItem. Каким образом? По позиции. Вот видите, нам здесь еще приходит позиция. Когда это будет нулевая позиция, возьмет из нулевой позиции все данные, которые записаны в ListItem, и заполнит. Потом перейдет на первую позицию, возьмет оттуда. Поэтому мы пишем GetPosition. Все. Мы по позиции получаем из нашего листа write, из массива, отдельный элемент ListItem, который в себе содержит отдельные элементы. Видите? Title, Content, Image. И с помощью bind заполняем. И теперь, когда мы взяли этот отдельный элемент, видите, вот здесь, мы просто берем и пишем HolderBind. То есть, вот она, наша функция. Все. Теперь мы ее используем. Эта функция просит передать ListItem и Context. Вот мы и передаем. Мы передаем наш ListItem, который мы достали из нашего массива по позиции. И Context. Ну, Context это обычный контекст. ContextR, который мы вот взяли, опять же, из MyActivity. Вот все. Теперь, что нам нужно еще сделать? Вот здесь вот в bind, в нашем ViewHolder есть такой элемент, ItemView называется. ItemView это вот наш ItemLayout. Поэтому, что мы можем сделать? Мы можем присвоить ему слушатель нажатий. Для того, чтобы при нажатии на элементы мы что-то делали. В данном случае мы просто будем показывать пока что сообщение, тост, чтобы проверить, что все работает. А после мы уже добавим открытие экрана, где у нас будет больше информации об этой рыбе или о каком-то элементе. Вот, выбираем Set, Unclick Listener. И здесь выбираем вот таким вот образом. Все. И здесь мы можем уже создать сообщение Toast. Toast, MakeText. Context передаем опять же, ContextR. Context передаем, который мы только что вот передали сюда. Для этого мы это сделали. То есть можно было бы его не передавать, но я это сделал для того, чтобы проверить с помощью сообщения Toast. Если вы не будете проверять с помощью сообщения Toast, то вам контекст здесь вот не нужен. Не нужно его передавать. Но я передаю, видите, отсюда вот, чтобы получить доступ к сообщению Toast. Так, пишу Context, запятая теперь сообщение, preset и укажу, что нажал с помощью опять же символа доллара. Так, это удалим. С помощью символа доллара укажу, какой титул у меня есть в этом элементе. То есть я пишу tv.title.txt. Все, я вношу сюда переменную, видите, мне напишет preset и в зависимости от того, на какой элемент нажал, его титул покажет в сообщении Toast. Так, но это еще не все. Запятая, нужно указать длину. Toast, length, short выберу. И в конце точка show, чтобы он показался, чтобы это сообщение показалось. Все, готово. Следующее, что нам нужно сделать, теперь нам нужно создать этот адаптер в нашем MainActivity. Для этого мы сделали конструктор. И в конструктор передать контекст и передать лист Array. И в контекст передать лист Array, то, что мы будем заполнять. Так, идем в MainActivity. И теперь давайте, ну, где-нибудь для проверки мы сделаем здесь. После мы сделаем отдельную функцию. Я пишу list. Так, где у нас list? Этот находится, ActivityMine. Нет, так, 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 МайнContent. Здесь он называется rcView. Хорошо. Значит, пишем rcView точка. Нам нужно выбрать адаптер. И пишем адаптер равно myAdapter. И теперь, видите, для этого мы создали вот в конструкторе, вот здесь, так, где он есть, вот эти элементы. Конструктор. То есть, чтобы он запросил нас передать сюда что-то. А нам нужно передать массив, где есть заполненный лист item. И еще нам нужно передать контекст. Массив мы еще не создали. Давайте его создадим для проверки. Так, сами. И после мы уже будем создавать отдельно. Итак, каким образом создаем массив? Массив создаем, как всегда. Пишем var. Пусть будет list, к примеру. Равно, равно arrayList. Так, arrayList. И типа arrayList будет у нас listItem. Это мы уже знаем. Так, не так. ListItem. Все. Хорошо, создали лист. Теперь его нужно заполнять. Каким образом? Пишем list.add. Так, точка add. И сюда нужно добавлять элементы listItem. У нас пока их нету, поэтому давайте их создавать сразу на лету. Пишем listItem. И через конструктор тоже. Видите, у нас так. ListItem, видите. Сюда мы сразу заполняем. Так, где у нас есть? MainActivity. Все. У нас первый идет идентификатор картинки. Давайте я вот возьму идентификатор. Пусть будет у нас первая, ну не знаю, как он. SOM. Давайте пусть будет. Значит, пишем r.draveable.som. Все. Первая картинка будет SOM. Дальше у нас title будет. Это заголовок. Ну, заголовок давайте я вот так сразу напрямую напишу. Пусть будет SOM. Дальше запятая. И описание. Ну, я описание никакого писать не буду. Напишу всякие. Напишу вот так вот. Чтобы время не тратить. Все. Все. И давайте заполним несколько ячеек в массиве. Ну, давайте три. Только с разными. Здесь уже будет не SOM, а NALIM, к примеру. NALIM. Здесь будет щука. Щука. И здесь у нас будет карась. Есть четыре картинки, которые, я уже сказал, вы можете скачать. И здесь тоже изменим. Так. Это уже будет не SOM, а будет NALIM. Здесь будет щука. Щука. И здесь карась. Все. Ну, это описание менять не буду. Все. Мы создаем отдельный класс. ListItem. Заполняем его. И передаем его в наш райлист. И таким способом заполняем его четыре раза. То есть у нас уже будет четыре элемента. И теперь это все нужно передать вот сюда, в наш адаптер. Первое передаем, это у нас лист, правильно? Потому что мы создали. Вот видите, первый, это у нас ждет от нас лист рай для заполнения. И второй, это контекст. Поэтому так и сделаем. Мы пишем list, запятая, и теперь контекст. Контекст это будет this, то есть это activity. MainActivity. Все. Но нам не хватает еще одной вещи для RecyclerView, чтобы его настроить. Потому что иначе у нас все появится некрасиво. Вот здесь вот в RecyclerView. Нам нужно указать RecyclerView. RecyclerView.hasFixedSize. Это первое. И второе. RecyclerView.LayoutManager равно LinearLayoutManager. RecyclerView. This. Все. Вот этого уже нам хватит для того, чтобы начать работу с нашим RecyclerView. Теперь запускаем. Все, видите, все появилось. Вот такой список у нас появился. Ну, естественно, мы пока еще ничего не заполнили. Можно было здесь повираться с шириной и так далее. Но, видите, уже красивая рамка получилась. Все. Естественно, пока при нажатии на эти элементы ничего не происходит. А если жмут сюда, смотрите, у меня появилось ID сна. А так. Вот, видите, сом. Жму сюда. На LIM. Жму сюда. Сом. ID сна появилось, потому что здесь тоже есть тост. И я быстро слишком нажал. И, смотрите, они появляются постепенно. Все, видите. Когда пройдет все это. History. Все, прошло. Теперь могу проверять здесь. Жму сюда. Карась. То есть берет заголовок отсюда и показывает. Все у нас работает. Слушатель нажатий и так далее. Поэтому я предлагаю сделать таким способом наш справочник. То есть у нас будет на основном экране, не как в прошлый раз, вот здесь маленькая картинка, а сразу картинка рыбы после заголовок. Но, думаю, его сделать нужно побольше чуть-чуть. Вот так вот, слишком маленький. Можно даже будет добавить научное название рыбы после краткое описание. Ну, не знаю, там 3-4 строчки, самое основное, или больше, 10 строчек, самое основное, вес рыбы, где среда обитания и так далее. А после, если уже пользователь хочет больше узнать об этой рыбе, он жмет, и тогда открывается экран, и там уже полная информация об этой рыбе. Можно даже добавить какую-нибудь ссылку на видео какое-нибудь. Ну, все. Вот таким вот образом все работает. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписались. Ставьте лайки, и увидимся на следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok